Природа Эта программа была выпущена при поддержке Министерства сельского хозяйства США о развитии сельских территорий. Природа – это прообраз экологических решений проблем нашего века. Новое поколение дизайнеров, изобретателей и героев дня меняют подход с «что-то должно быть сделано» на «мы можем сделать что-то». Они отвечают на вопросы, которые многие не знают, как и задать. Привет! Я Клод Уильям Дженей, а это программа «Регенерация». Мы здесь, чтобы показать вам инновационные и воодушевляющие решения, которые меняют мир к лучшему. Мы все знаем, что есть проблемы. Верно? Каковы их решения? Исследуйте вместе с нами проекты, обращающие отходы в ресурсы, проблемы в решении и меняющие сознание. Добро пожаловать в программу «Регенерация. Искусство устойчивой жизни». Оказывается, многие устойчивые решения возвращают нас назад, в будущее, где традиционные мудрости знания сочетаются с технологиями глобальной перспективы. Здесь, на ферме семьи Флэг, мы погрузимся в экологию питания и узнаем информацию, которую многие посчитают горькой правдой. Привет! Я Даг Флэг, а это ферма семьи Флэг. У нас многопрофильная органическая ферма. Мы также используем биодинамические методы. Наша ферма фокусируется на регенерации. Регенерация здоровья людей начинается с фермы. И в основе своей должна опираться на ферму. Ведь то, что попадает на нашу тарелку, это ключевое лекарство. Думаете, это очередной показ идеальной прекрасной фермы? Вы и правда хотите узнать, откуда происходит еда? Твой корм, Лео? Псс, Лео Кто ты? И откуда ты знаешь мое имя? Я Муфиус Ты когда-нибудь слышал о Мястрице? Мястрице? Мястрице повсюду вокруг тебя, Лео Это история, которую мы рассказываем себе О происхождении мяса и других животных продуктов Прими синюю таблетку и оставайся в этой фантазии Прими красную, и я покажу тебе реальность Это промышленная ферма, Лео Большая часть яиц, молока и мяса производится в подобных местах Как так получилось? В середине 20 века Жадные сельскохозяйственные корпорации Начали модернизировать семейные фермы С целью увеличения прибыли за счет животных и людей Так родилось промышленное животноводство Животные размещены как можно теснее Большинство никогда не видят солнечного света Не касаются земли и не могут сделать даже глоток свежего воздуха Эти ужасные условия приводят к дракам и болезням среди животных Фу! Чем это пахнет? 5 миллионов килограмм экскрементов Они загрязняют воздух и подземные воды Поэтому население в округе промышленных хозяйств часто страдает от высокого уровня сопутствующих заболеваний Более того, корпорации промышленного животноводства разрушали поселения И десятилетиями плохо обращались с рабочими С 1950 года исчезли свыше 2 миллионов небольших свиноферм Регенерация на ферме – это фундаментальная основа регенерации всего нашего общества На ферме все должно начинаться с почвы При регенерации почв наша задача состоит в том, чтобы восстановить высокий уровень органики в почве И реминерализовать ее, вернув вещества, которые были утрачены Витамины не могут функционировать без минеральных веществ Они следуют за минеральными веществами Они – активаторы витаминов При пастеризации молоко стерилизуется Ценные энзимы разрушаются И содержание витаминов и молочного белка снижается Но я также хочу внести в эту картину тот факт, что жиры животных, вскормленных высококачественными травами – это активаторы всей системы Ваш организм не может метаболизировать минеральные вещества из молока, если оно не содержит жиры Обезжиренное молоко – это большая, большая ошибка Вы употребляете белки и минеральные вещества, которые не могут быть как следует метаболизированы без жиров Все обезжиренное молоко из магазинов должно быть вылито в бочки и использовано для корма свиней, а не людей То есть все должны отказаться от обезжиренного молока? Да? Верно! Для вас это отработанный продукт, которым только свиней кормить Да, но я называю его подарком, но подарком для свиней Нам следует потреблять больше сливочного масла, сливок и цельного молока Вы скажете это людям, и они запрыгают от радости, что могут обогатить свою диету, осознав чего были лишены Ах, да, лишены, да Пожилые люди особенно, они легче признают истину А молодые люди подвергались мусору в СМИ в большом количестве И наслушались экспертов о вреде жиров Я хочу резюмировать То, что вы сказали, это звучит так обычно из ваших уст, но это важно Вы говорите, люди, которые покупают обезжиренное молоко, думая, что оно полезно, сильно ошибаются? Да, сильно ошибаются И люди, которые избегают жиров, полученных из молока, также сильно ошибаются Точно Обезжиренное молоко плохо, а жиры хорошо? Да Постное мясо плохо, жирное хорошо Но жирное мясо должно быть от пасущихся животных, а не от выкормленных зерном Жир уже удален отсюда На большинстве ферм почвы бедные Они содержат мало органики и минеральных веществ Макро и микроэлементов Поэтому все растения скудные Следовательно, и пища скудная Первый шаг в регенерации фермы Ради здоровья всех организмов фермы Это реминерализовать ферму Мы обеспечиваем минеральные вещества в свободной форме выбора Так что коровы в разные дни могут выбирать, что им поесть Почвы источились за 200 лет фермерства без реминерализации У нас имеется 9 источников минеральных веществ в разных комбинациях И коровы выбирают по своему желанию Пища с фермы, где производится реминерализация Это лекарство Небольшая многопрофильная ферма требует много людей Отток людей в города происходил на протяжении 250 лет из-за индустриализации А теперь нам нужно вернуть их обратно на землю, чтобы восстановить землю Типичные стажеры на ферме – это выпускники колледжей Иногда люди с ученой степенью Они работали в агентстве защиты окружающей среды или еще где И поняли, что все это куром на смех Итак, мы регенеративные фермеры Многие люди в нашем поколении, скажем так, гиперосознанные Относительно своего употребления, взаимодействия с миром Похоже, что через сельское хозяйство и пищевую систему Все можно воссоздать в небольшом варианте на местном уровне Несколько месяцев вы пьете в большом количестве свежее молоко Мне интересно, как вы себя чувствуете? Я чувствую себя прекрасно Фактически нет ничего лучше для меня В первый раз, когда я хотела попробовать парное молоко, когда доила утром Я немного сомневалась Но на этой ферме мы создаем много живой пищи, которая содержит все эти полезные бактерии Бактерии в желудке очень полезны Вероятно, их должно быть больше, чем обычно бывает Потому что люди едят стерильную, неживую пищу Мы есть то, что мы едим Мы утратили нашу способность думать Мы утратили способность исследовать вопрос тщательно Информация есть Наш бизнес регенерирует местную пищевую систему А когда регенерируешь местную пищевую систему, ты регенерируешь местную экономику А когда регенерируешь местную экономику, то перестраиваешь сообщество Настоящее сообщество там, где люди знают друг друга, вместе сотрудничают и доверяют друг другу Регенерация фермы – это фундаментальный метод регенерации всей культуры О, еще один пруд Мы в гостях у экологического дизайнера нового поколения Для которого урожай, функционирование и регенерация земли – все аспекты очень важны, равно как и эстетика Все это практическая экология Мы сфокусированы на регенеративном развитии земли Мы стремимся улучшить здоровье всего Что такое устойчивый дизайн земли? Классическую планировку земли мы видим везде Маленький участок, дом, люди приезжают туда спать, может выращивают что-то на заднем дворе Мы работаем с людьми и проектируем ландшафты, гармонично интегрированные в окружающую среду В которых приятно жить людям и, надеемся, они полезны для диких животных, местных водных систем и останавливают изменения климата Расскажи, как это работает в твоем хозяйстве Что мы тут увидим? Земля Жить на ней – одна радость, когда все функционирует как целостная здоровая экосистема И здесь, на этом участке, мы стараемся смоделировать все так, чтобы не только выращивать как можно больше еды при минимальных вложениях Депонировать больше углерода, наращивать как можно больше почв Но как сделать, чтобы в этом ландшафте было еще и приятно жить? Этот пруд был выкопан в болотистом участке, считавшимся бесполезным И сейчас трансформируется в спа на солнечном месте Используя природные паттерны, Бен направляет ток воды на участок ниже бани В освежающий функциональный водный объект Поскольку тепло – это ограниченный фактор в части нашего комфорта и продуктивности растений В этой зоне культуры будут расти дольше по обе стороны Вся эта арка, находящаяся за этим валуном, обращена на юг, а также включает юго-восточный и юго-западный сектора Она нагревается в течение дня, когда есть солнце Еще она защищена от ветра с запада и с севера, и от встречного ветра Бани, камни, водоемы и посаженные растения поддерживают формирование теплого микроклимата Пассивный солнечный дизайн должен делаться на уровне строения и участка Начинать нужно с дизайна участка, используя тепловую энергию солнца через формы, цвета и термомассу участка Мне нравится, как ты это подаешь То, что считалось проблемой – это болотистое место, а ты обратил в прекрасный объект Полагаю, таково назначение экологического дизайна – находить области, которые не оптимальны или проблематичны, и обращать их в решение Мне не терпится увидеть больше Идем Когда мы копали пруд, вышло много камней Вместо того, чтобы их выбросить, мы оставили их Ведь это ценный материал для создания кромки и среды обитания для развития пищевой цепи Мы будем выращивать пищу для форели Когда пруд переполняется, вода выходит здесь, правильно? Ага Обычно перелив делают через трубу, но труба не поддерживает жизнь, это не лучшая среда обитания А маленький ручей – самое то Пермакультурная концепция – там, где вода бежит, мы замедляем ее ход Маленький ручей, серия водотоков, затем пруды – отличная среда для амфибий Красивые звуки падающей воды Биологическая связь между нижним прудом и этим прудом Бен, это твой большой форелевый пруд Ты будешь использовать рыбные экскременты для удобрения и полива Ты называешь это удоброполив Рыбные экскременты накапливаются в пруду и становятся избыточными, что не очень хорошо для рыбы сверх определенной нормы Используйте этот избыток питательных веществ Смотрите на них не как на отходы, а как на пищу для плодовых и оеховых деревьев Пустив самотеком эти питательные вещества по трубам и системе капельного полива, вы напитаете сад ниже Ты сейчас работаешь над дизайном одной большой фермы Можешь рассказать об этом? Наши заказчики пришли и попросили нам помочь им спланировать эту ферму Так, чтобы в результате они стали вырабатывать собственную энергию И ферма начала расти устойчивым образом, наращивать почву и нести пользу диким животным Определенно мы фокусируемся на многолетниках, плодовых и ореховых деревьях Экологический дизайн часто рассчитан на эволюцию Если мы целеустремлены и продвигаем правильную архитектуру, то жизненные возможности растут Возобновляемая энергия волн Используя волны, которые нагревают воздух и вращают турбины, мы можем проложить путь к более зеленому будущему Интервейл в Берлингтоне, Вермонт, это хороший пример городской регенерации и восстановления экономики, которые можно найти повсюду Было открыто, что восстановление связей между людьми, пищей и природой, это поразительный метод сохранения природных ресурсов, укрепления сообщества и создания плана достижений устойчивого будущего Этим людям реально удалось это, и мне не терпится много чего вам показать. Идемте! Наш бизнес занимается продвижением устойчивого сельского хозяйства, местных пищевых систем Наша миссия – развить фермы и сельхозпредприятия, которые генерируют социальные и экономические возможности, а также берегут природные ресурсы Это место и эта земля имеют вековую историю ведения сельского хозяйства Интервейл был одним из тех мест, которое окружено городскими районами, что исторически имело большое значение Там было несколько молочных ферм, овощных и цветочных ферм, прямо здесь, в середине 20 века Затем где-то на 30 лет они были полностью заброшены В общем-то наступил век нефти После Второй мировой войны было решено, что сельское хозяйство должно стать большим в Америке Это было сознательное решение вашингтонских политиков, которые сделали пищу дешевой, но это также повлекло индустриализацию сельскохозяйственной системы и процессов Это место превратилось, можно сказать, в трущобный район Здесь была создана свалка, и сюда сбрасывался осадок от сточных вод И некогда очень богатые сельскохозяйственные земли были заброшены Итак, я здесь, с Уиллом Рэпом, независимым предпринимателем-провидцем, которому 20 лет назад пришла сумасшедшая идея прийти на эту свалку Настоящую свалку, восстановить землю и заняться органическим овощеводством, о котором мало кто знал 20 лет назад И производством компоста Все эти идеи возникли у вас 20 лет назад Как вы к этому пришли? Что я реально увидел, так это большой ресурс, который был утрачен И я понимал, что однажды мы достигнем такой точки, когда нефть будет все больше дорожать, как сейчас Вы задумались об этом аж 20 лет назад Второе, о чем я думал, что люди захотят здоровой пищи И это тоже случилось Мы должны вспомнить, что вся наша экономическая система базируется на принципах, которые не признают отрицательного воздействия На окружающую среду И признать, что необходима новая система учета этого воздействия Зеленая бухгалтерия Зеленая бухгалтерия – это идея экологической экономики Где деревья вдыхают диоксид углерода и выдыхают кислород Где болотистые земли забирают ливневые воды, которые были загрязнены и очищают их Где фермы могут улучшить почву, а не истощить ее Если бы эти аспекты были включены, то у нас была бы совершенно другая концепция понимания пищевой экономики Думаю, это то, что вы увидите в будущем Интервейл ведет к следующей промышленной революции При которой можно смело сказать, что экологический дизайн в итоге может дать больше рабочих мест Больше дохода и никакого загрязнения Большие обещания? Интервейл уже перерабатывает органические отходы Берлингтона И производит органические почвенные продукты Искомпостное производство достаточно крупное, чтобы обеспечить разные виды деятельности на ферме и преиспевающий розничный бизнес В свете данного успеха, эти креативные умы спросили, какие другие отходы можно обратить в доходные ресурсы Мы находимся рядом с одним из крупнейших дровяных энергетических предприятий в стране Станция МакНейл, дым которого все еще содержит энергию Мы стали спрашивать, можем ли мы уловить эту энергию, организовав промышленно-экологический процесс И создав конкурентное преимущество, направив эту энергию в центр пищевого предприятия Планы на будущее включают использование отходов с местной органической пивоварни Переработанный ячмень и хмель послужат субстратом для выращивания разных деликатесных и лекарственных грибов Их местная фермерская система, где сейчас производится аж 5% продовольствия, будет расширяться и включать продукты с добавленной стоимостью, как фасованные продукты Я чувствовал, что нам нужны модели, которые будут работать рядом с домом Если Intervale это модель, то и остальные 50 инициатив в Вермонте тоже модели, поэтому и сам Вермонт модель Компания Air Energy Systems в Хайнсберге Вермонт создала уникальное, вдохновляющее производственное предприятие Одно из четырех лидирующих предприятий во всем мире Это здание производит около 80% собственной энергии, экономя деньги компании и гарантируя ей безопасность, как некоторые считают, в ненадежном энергетическом будущем Исчерпаемое, ископаемое топливо, что мы используем, по сути, это солнечная энергия, хранившаяся миллионы лет, и мы израсходуем ее за 200 лет Думаю, нам нужно сменить нашу концепцию капитала и операционных бюджетов Что касается продвижения вперед в этом мире исчерпаемых ресурсов, то нам точно стоит вложиться в это Чтобы построить это здание, мы заплатили всего на 8% больше базовой стоимости в сравнении с обычным зданием Неудивительно ли то, сколько внимания было уделено созданию комфорта для работников здесь? Эти окна позади меня были специально спроектированы так, чтобы пропускать дневной свет По сути, все эти окна, обращенные на юг, из которых многие улавливают тепло, освещают все пространство дневным светом, и практически не требуется дополнительное освещение Мы идем по так называемому проспекту Здесь, слева от меня, конечно же, их сообщество Открытое офисное пространство, где каждый в контакте с другими И мне нравится, что вдоль пути все эти растения Они не только в эстетических целях, а опять же, это особое мышление Они фильтруют и очищают воздух И в результате творческая энергия растет, прогулы снижаются Смотрите, во всем здании такая фишка Опять сработала Мне нравится, свет включается и выключается автоматически Мне немного неудобно вести вас в это интимное пространство, но оно того стоит Эта плитка на полу сделана из переработанных лобовых стекол авто Круто! И последнее, что стоит упомянуть В смывных бачках есть опция Использовать половину бака или полный бак Вы можете использовать половину воды И благодаря таким мелочам это здание экономит свыше 380 тысяч литров воды в год И мы бы могли Энергоэффективный дизайн этого здания Площадью 4300 квадратных метров Снижает потребление электричества в 4 раза Если сравнивать с обычным зданием того же размера Экономия в 75% Побуждает их вновь обратиться к архитектору Уильяму Макклею Спроектировать еще одно здание Наш рост в среднем был свыше 30% в год за все время нашего бизнеса В этом году рост составил около 42% Да, по этим причинам мы и расширяемся И так мы долго обсуждали, как будет выглядеть наше следующее здание Здание будет использоваться разными группами компаний Это менеджеры по продажам, маркетологи, администраторы, инженеры Каждый будет жить в этом здании наряду с производственниками И так мы хотим создать полностью интегрированное здание И подходим к этому очень целостно Мы у типичного для Вермонта ограждения В этот раз оно красное Внутри эти древесные гранулы, изготовленные из древесных отходов Тут около 30 тонн Все это и используется для отопления этого здания Всего здания в течение года Вдоль всего коридора эти красивые картины, отображающие историю ветрового бизнеса Поверхность этого пола – это обработанный щеткой бетон Кто знал, что он может быть таким красивым из стольких цветов? Но это еще не все Этот бетонный пол – это специально спроектированная термомасса Излучающее тепло Потому что снизу положено 13 километров трубок Чтобы улавливать тепло, а потом излучать его через этот красивый атриум И распределять его по всему зданию В то же время весь этот свет способен проникать сюда Шикарно, не так ли? Итак, мы в центре производственной части О чем и не догадаешься, из-за поступающего дневного света и качества воздуха Как они говорят, каждый работник имеет доступ к природе Выглядываешь из окон, и она там Я нахожу впечатляющими эти большие окна сзади с красивым видом Мы на крыше, и я хочу показать пару вещей Вся крыша покрыта белым отражающим материалом Он отражает солнечное тепло летом, и в итоге здание остается более прохладным Раз мы используем все эти технологии, то вы можете подумать, что там слева солнечные панели Но это не так, это солнечные водонагреватели А справа хорошо закамуфлированы солнечные панели Интегрированы состоящими пальцами железной крыши Последние солнечные лучи падают как на молодые плодовые деревья, так и на эти большие солнечные панели Они обеспечивают предприятию 75% электричества Самое важное то, что они предотвращают выброс в атмосферу 50 тонн СО2 Каждый год Хорошая новость под конец дня, не так ли? Согласитесь, воодушевляет то, что для каждого примера устойчивой жизни и регенерации в действии, что мы вам показали Имеются еще десятки воплощенных моделей, из которых мы можем почерпнуть вдохновение И правда, сам штат Вермонт во многом это яркий пример, куда стоит отправиться И мы были рады показать вам его в программе «Регенерация» Я, Клод Уильям Дженей, до встречи! Фильм переведен по заказу Пермакультурного исследовательского центра «Рояр» Группы-переводчики резервирующих фильмов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя доставка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...